так друзья всем привет после покатушек заменил брызговики помыли машину сегодня купил мясо сегодня будем жарить с вами шашлык я переехал на дачу стране везде проблема с коронавирусом вот подальше от как говорится от населенного пункта уехали сейчас заехали на пивоваренный завод вам так для обзора посмотрите называется загорская солдоварня здесь варят пиво кому интересно ссылки вам осталось так что берем квас здесь продают квас и едем жарить с вами шашлык позавчера заехал к официальному телеру поправили не ошибки прошивки то есть можно сказать заменил прошивку сейчас поставили более злую прошивочку то есть прыск должен быть побольше машина должна ехать поинтереснее все равно на последнем прошивке была небольшая детонация я на 95 бензине сейчас вроде как бы какие-то ошибки поправили сейчас пока откатаюсь попробую на данный момент вроде детонации нету едет поинтереснее так что следующий покатушки поедем там мы посмотрим проверим вот как-то так сегодня 25 марта у нас уже снег растаял снега в принципе уже нету уже чистят дороги обочина подметают смотрю скрейперы ровняют обочину дорог в оленбурге у нас дороги относительно в принципе более-менее нормальной но все равно убитые конечно есть ладно квас купили сейчас едем на дачу я вчера замочил шашлык сутки простоял в рассоле так что сейчас приезжаем разжигаем дровишки и начинаем жарить все погнали вот Продолжение следует... Дрова у нас прогорают, жена приготовила обалделный борщ, умеет она у меня готовить борщ вкусный, обязательно, ребята, чесночок, борщец, со сметаной обязательно, это большое дело, так что вам приятного аппетита. А так во дворе уже весенняя пора, начинается газон, чистим потихоньку, начинаем. Вот, здесь у меня небольшой аквариум, так сказать, бассейн. Вот, здесь иногда карасей, когда на рыбалке ловишь, бросаешь, они там живут, растут, мы их там кормим немножко. Вот, елочка у меня. Ну, осталось немного снега. Ну, вот, как-то так. Вот, как мне везет шашлык с подносом. Рискует, очень рискует, конечно. Мясо замоченное. Ну, вот так вот. Может, может. Гироскутеры тоже опасная вещь такая. Так, ну, запах карыка, конечно, очень вкусный. Сутки простояло. Вот такое мясо. Сейчас будем его насаживать. Как бы готовый шашлык, никогда не покупаю. Сам заезжаю, покупаю, режу вот примерно такими кусочками. Ну, пахнет очень хорошо. Вот такими кусочками примерно у меня и получается шашлычок. Здесь все стандартно. Я делаю лука. Но лук в основном мелко режу. Или через терку, чтобы сока было больше. Лук, перец. Вот. Ну, в принципе, и все на этом. Такого. Шашлык насаживаю, чтобы расстояние здесь вот было. Иногда сначала пробовал крупные куски. В принципе, тоже можно прожарить. Вкусно. И стараюсь, чтобы, ну, не знаю, часов на 12. На данный момент мы немножко уксуса добавили. Жнака давай. Хочу, чтобы пахло уксусом. Вот как-то так. Так с тобой насаживать. Не знаю, килограмм, наверное, 2 или 3. Мы мясо купили. Что у нас процесс идет? Запахи, конечно, очень вкусные. Переворачиваем. Равномерно желательно переворачивать. А вот вы напишите рецепт вкусного именно вашего шашлыка. Как вы замачиваете. Я пробовал на аджеге замачивать. В принципе, на всем вкусно замачивается шашлык. Если мясо, естественно, хорошее, то и шашлык вкусный получается. Но в основном, когда подольше замачивается, оно почему-то сочнее получается. Поэтому я стараюсь подольше замачивать. Ну, вот так потихонечку. То есть, дровишки у меня прогорели. В основном сейчас пламени нету. Именно углеробу. То есть, ну, работает. Дровишки поколол. Все прогорело. Видите, пламени нету никакого. И вот так вот оно у нас. Короче, потихонечку слюни тегут. Сейчас шашлычок пожарю. Оставлю его. Будет томиться. Вот. Пойду в баньку схожу. Затопил баню. Попариться охота. Завтра идти на работу надо. Ну, вот со всех сторон. Купирую. Ну, купирую это, то есть, закрываю, чтобы сок не вытекал равномерно. Ну, вот здесь, видите, немножко светленький. То есть, сейчас мы ему поддадим жару таким образом. И раздуваешь угли, чтобы жар шел от них. Ну, и все. И будем... И будем кушать. Ну, вот так вот. Но про машину. Что вам рассказать про машину? На машине сейчас у меня около 15 тысяч пробег. Вот. В принципе, ездит нормально. Все поломки или что-то. В принципе, я вам все тоже показываю. Ничего не скрываю. Ничего не скрываю. Все как есть. Так я и снимаю и показываю вам. Потому что, если скрывать, то и, как говорится, канал должен быть честный. Есть поломка, отснял. Там вентилятор был. Ну, вот. Краска там отлетела. Что там у меня еще было? На тяжелом цепи, который перестал натягиваться. Тоже, в принципе, все вам отснял, все вам показал. Чтобы его не пересушить. Вот, смотрите, где-то в 30 минут поставили. Через 3 минуты буду снимать. Если его чуть-чуть больше пересушить, пережарить, все, сок с него выйдет. Он будет уже не сочный. Поэтому при около 15 минут примерно он жарится. На горшок ставим. Он сейчас нагреется. Так, ну и смотрите. Теперь берем шашлык и скидываем сюда. Сейчас мы его поскидываем. Вот, посмотрите. Ровно 15 минут. Ровно 15 минут. Глиня на горшок сейчас температуру возьмет, нагреется. И будет держать. Он будет томиться. Так, вот, покажи. Вот так вот. Вот, такие кусочки. Ну и последний. Вот, накрыл крышкой. Все. Минут 5 будет стоять. Минут 5. А мы пока попробуем вот этот кусочек. Вот, смотрите. Сочненько. Видите как? Сейчас я его. Короче говоря. Вкусный. Реально вкусный. И главное, мягкий. Так что, готовьте сами. Сейчас, с квасом. Как я его. Классно, да? Так что, ладно. Томиться. А мы домой. Пойдем. Картошечки пореем. Наверное. Да? Огурчик порежем. И с квасом. Ну, все. Вот, слышите? Вот там урлит. Томиться. За счет тепла он томится. И получается, ну, очень вкусно. Прям вообще классненький. Ну, и вот казанок я снял. Я его в одеяло заворачиваю. Даже если зимой холодно. Вот так его завернул. И он там будет держать тепло. Это вам на заметку. Вот так завернул. Все. И домой. И он может полчаса смело стоять. Будет тепленький, вкусненький.